всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня у нас будет вот такой формат где я показываю картой этот формат всегда когда я выбираю он как правило на одну позицию если вы не любите вы как этот расклада на одну позицию значит сегодня просто не ваш день да я сразу изначально озвучиваю и оговариваю смотреть мы будем расклад который предложила татьяна называется наша роль в жизни родителей для меня такой формат новый формат хорных раскладов раскладка на 12 домов колоду я выбрала которая называется таро шаманов карты я уже выложила чтобы сэкономить время до с одной стороны а с другой стороны я не понимаю еще до сих пор то как я вставлю камеру как это все будет выглядеть и насколько она будет там помещаться поэтому я заранее выложила чтобы сэкономить время вот и чтобы это все вот правильно и красиво было в камеру потому что изначально когда пробовала много времени занимает и вот ну я просто переживаю нервничаю из-за каких-то глупостей потом когда надо сделать расклад уже но не та энергетика поэтому карты как выпали так выпали я их не выбирала и мы сегодня смотрим расклад и я хочу его сделать на уровне знаете состояние ваших душ да то есть душ ваших родителей независимо того что один там у вас либо два и вашей души да то есть какие договоренности были до либо это вот как-то внутриутробные какой-то такой момент до того как вы родились того чтобы понять по крайней мере для меня какая ваша роль в жизни родители то есть условно говоря для чего вы родились именно в этой семье да именно у этих родителей и так приступим все что я хотела сказать нами сказала если нет в комментариях может это пишу первый дом да то есть начало я не буду озвучивать дома прям сразу скажу первая карта это аркан звезды интересы ваших родителей да по отношению именно зачатию я могу сказать что они да они были заинтересованы у них было это желание то есть по крайней мере на уровне душ да мы все время вам говорит на уровне душа не на уровне физического плана я могу сказать что желание было да то есть вы были желанным ребенка по крайней мере душа ваших родителей хотела да потому что каким-то образом уже здесь сразу изначально звезда это звезда путеводная да то куда она должна привести людей возможно здесь как раз таки я могу предположить дальнейшем это сможем проверить в раскладе да вы как будто бы способствовали развитию ваших родителей то есть вы как будто бы являлись для них уже некой такой путеводный звездой а поскольку аркан все-таки звезды аркан душевного такого состояния да то есть первоначальная идея замысел был как будто бы осветить им путь возможно вывести их на более высокий духовный такой уровень но это в дальнейшем посмотрим по крайней мере внешне ваши родители транслировали то что они да они хотели они ждали следующий дом нам показывает это девятка костей мы видим здесь арканы все говорящий человек убегает да есть некий такой страх но в данном случае этот страх условно говоря мотивирующий на то есть руки боятся глаза боятся руки делают то есть в этом аркане человек должен бояться не вот эту вот фигура до духа а именно вот этих двух злых духов но он на них не обращает внимание и смысл здесь том что если бы он смотрел они да то есть они являются какие-то 0 и сторонний аспекты являются для него таким некой такой опасностью но главный персонаж не смотрит на них а смотрят на другого вот этого злого другого третьего духа который его и подгоняет в нужном направлении а если бы он смотрел не на него и не убежал а просто шел то есть если бы его не было да то вот эти вот два злых духа они бы на него напали то есть как говорится нету как это не помню это выражение заключается в том да все что не делается все к лучшему я вот про это контексте нашего расклада какая потребность была у ваших родителей то есть были ли вообще ресурсы я могу сказать что знаете на уровне души то они желали а вот если говорить на уровне некой такой осознанности то есть не было понимания почему даже не то что не было понимание не было ресурсов не было возможности было очень-очень страшно приводить вас в этот мир да возможно не хватало финансов на но здесь вот чистые такие страхи надуманные да на уровне разума я могу сказать да то есть они вроде бы как будто бы бежали от чего-то но в то же время вот то от чего они бежали это их и мотивировало до чтобы они пришли в нужное место на в нужном направлении чтобы они двигались то здесь страх у них являлся мотиватором некой такой степени если мы говорим о потребности да то здесь вот ресурсов такого знаете чтобы мама вынашивала ребенка в таком спокойном гармоничном состоянии нет всего боялась до главное поскольку это дом все таки финансов с финансами было сложно ну по крайней мере это было очень напряжено да то есть ваше рождение и вот были например сомнения о том что но не потяну не смогу не получится но желание это карта ведущая да то есть интересы они все-таки присутствовали идем дальше третья карта это аркан верховные жрицы 3 дом нам говорит о нашем мышление наших интересах коммуникациях здесь вот у меня сразу мы говорим про коммуникацию и впадает верховные жрицы да то есть вот внутренние да я могу сказать не то чтобы потребность тишины а вот как будто бы ваши родители да не могли между собой договориться под тишина присутствовал некая тишина никто ничего не озвучивала возможно у меня здесь просто интуитивно идет о том что мама может быть долго времени говорил отцу а если она и воспитывала вас в одиночку то изначально не хотела сказать допустим отцу что будет ребенок да почему потому что вот здесь вот особенности то как ваши родители не знаю привыкли говорить либо умалкивать да то есть вот здесь вот коммуникация в любом случае она не не выстроена да то есть желание держать все в тайне может быть вы вынуждены были родители прошу прощения держать свою беременность либо рождение некой такой тайны до до какого-то определенного времени да может быть были какие-то страхи по этому поводу что вот узнают раньше времени да опять-таки если мы смотрим в контексте взаимодействия с вами то позиция ваших родителей в коммуникации она такая более пассивное что ли уже изначально не предполагается что вот между вами и вашими родителями будет налажен какой-то контакт то есть его наладить будет сложно к так я имею ввиду в контексте коммуникации да то есть общение если она и будет она будет формально да с вашей стороны вот со стороны родителей до верховной жрицы говорит о тишине о некой такой пассивности до внутреннем каком-то таком диалоге да я не могу сказать кто именно из ваших родителей потому что мы берем во множественном числе да так расклад задуман поэтому во множественном числе родителей было такое вот больше внутреннее созерцание да я бы сказала то есть человек не не говорящий человек которому нравится больше погружаться в себя о чем-то размышлять возможно возможно кому-то из ваших родителей вот то что связано с чем-то таким сакральным да неизвестным мистичным было интересно то есть области интереса нечто такое сакральное да либо такое сокровенное что что не нужно с кем-то делиться дальше если мы говорим о очень важной такой области четвертого дома как наши бессознательные сценарии да то здесь у нас выпадает пятерка бубнов на пятерка педагог аркан который говорит об утрате да то есть данном случае здесь персонаж он потерял все он потерял и бубен он потерял даже своего духа помощника да как ну можно сказать ангела-хранителя и вот он падает он теряет абсолютно все навыки финансы знания все что у него есть и вот другие духи на ним над ним посмеиваться подсмеиваться да то есть не рассчитал сил не понял не знал когда и здесь вот у нас идет утрата поэтому изначально уже бессознательные сценарии ваших родителей да мы видим что вот здесь вот некая такая утрата здесь мы видим страхи да безусловно душа хотела вашего присутствия на уровне душ возможно и была какая-то даже договоренность но вот весь земной план он показывает о том что не было финансов не было возможности не было ресурсов не было вообще понимания и знаний опыта как как я буду воспитывать вообще как этот ребенок дальше будет развиваться как вообще дети растут что для этого нужно вот этого не было и это была ведущая карта в классике пятерка педагог да некая такая бездуховность карта кризиса то есть здесь уже стресс если мы говорим о внутриутробном формате то там здесь вот это в принципе то и разбираемся не тот момент когда вы уже родились а именно вот внутриутробный либо до рождения да на уровне душ на тонком скажем так плане здесь уже вот беременность проистекала вашей мамы такой достаточно напряженной кризисная я не могу сказать что вот она была прям так спокойно имейте это ввиду потому что при беременности неспокойное состояние вашей матери она уже создавала всевозможные сценарии которые записывались на вашем коконе на ваших тонких телах и которые влияют вашей жизни исходя из этого до страха и страхи родителей по поводу финансов и неумения коммуницировать это уже показатель по крайней мере для меня что вот эти вот два сценария они как минимум вас будет проигрываться вашей жизни то есть постоянно переживание стресс по поводу финансов и очень сложно трудно трудная коммуникация кризис бессознательный сценарий до кризис если мы говорим о в прямом смысле о доме в котором вы допустим родились то это дом в котором были проблемы до проблемы сложности однозначно без духовность своего рода да то есть люди духовно либо душевно не были наполнены да здесь было вот опустошение если это не финансовое да то как минимум это вот была не готовность на то есть принести новую душу в этот мир также эта позиция может быть у кого-то было даже и утрата дома да то есть остались родители без крова условно говоря особенности этот аркан эта позиция нам показывает еще традиции особенности семейного воспитания здесь вообще о воспитании никакой речи не может быть единственное воспитание тут духовное такое скажем даже не ваших родителей а именно свыше потому что пятерка бубнов да она у нас говорит о неком таком разрушении достать все пятерки на говорят о болезненных уроках потому что они все основаны на разрушение там где есть разрушение там где есть такая некая справедливости выравнивание да она всегда жесткая поэтому уроки по пятеркам они всегда жесткие они всегда силовые они всегда болезненный поэтому воспитание если мы говорим о той семье а то есть ваши бабушки дедушки да то есть то что переняли ваши родители о воспитании семейные особенности семейного воспитания то она была жестким то есть если вы задаете вопросом почему меня допустим родители не любили либо не воспитывали либо были слишком строгие наказывали имейте ввиду что это воспитание не переняли от своих родителей то есть вот эту без духовность да не не вкладывание до в ребенка по причине того что не знаю не умею и собственное такое вот душевное в кавычках недоразвитие да то есть сами родители не знали идем дальше следующий аркан у нас говорит о психоэмоциональном состоянии о чувствах да таркана творчество он эта позиция у нас здесь значит король кубков изображена черепаха как мудрость как непосредственно жизнь вода здесь король водный король кристаллов он такой седовласый красивый мудрый мужчина понимающий жизнь до понимающий чувственный аспект так плывет по реке жизни если мы говорим о чувствах ваших родителей дату здесь вот я могу сказать то что были эмоции до были эмоции были чувства возможно когда-то когда встретились ваши родители до либо у них как-то вот эмоциональное состояние было очень ярко окрашена да возможно они встретились по любви а возможно если мы говорим об чувственном аспекте по нас то по отношению к вам то вот настроение да но по крайней мере было наполнено очень глубоко где-то в душе любовью любовью а что еще какие еще эмоции но вот мне кажется что здесь знаете разделяется на отдельно на вашу мать и на вашего отца то есть если мы говорим о ваших отношениях с матерью заранее забегу и скажу то проблемы у вас были с мамой с отцом мы еще дальше посмотрим когда дойдем но здесь я вижу что проблему были с мамой пятерка педаклей говорит о том что мама вас учила учила очень жестко учила а я была достаточно строгой холодной лишение всевозможные лишения лишала возможно где-то игрушек возможно там любви ласки хотя в принципе я могу сказать что и у нее была потребность да именно в любви возможно где-то поэтому она и не додавала да то есть как ее воспитывали в каких-то лишениях и ограничениях так в принципе она и воспитывала вас и и вот это вот ваше отношение если мы говорим что ваше отношение по пятерке педакли то именно взаимоотношения наше взаимоотношение с мама они показывают наше взаимоотношения с мужчинами либо вообще с миром как мы выстраиваем по пятерке педакли однозначно здесь не может быть никакого доверия к миру никакому доверия к мужчинам да это страх это опасность помните да всю беременность она так проходила и поэтому передать вам вот эти вот нежности до обнимашки какие-то киноэстетические моменты но такого не было да вот я вижу например холодность и поэтому у вас допустим если смотрят женщины возникает вопрос на касательно выстраивания взаимоотношений вот вы в отношениях раскрыться вам сложно эмоционально раскрыться сложно довериться мужчине сложно еще расскажу потому что эта карта кризиса эта карта в большей степени никого такого выживания да я боюсь даже если есть деньги все равно я боюсь я боюсь что я буду вкладываться я боюсь что меня обманут я боюсь потерять здесь сразу карта говорит о том что любые отношения которые вы выстраиваете у вас на каком-то этапе будет появляться привязанность к мужчине и будет страха до лишиться его вы будете цепляться очень найти как за палочку в ручалочку и из того момента будут начинаться большие проблемы во взаимоотношения с мужчиной и так что касается эмоционального аспекта принципе да потенциал достаточно хороший я не вижу этот аркан в минусе да по крайней мере не считываю король кубков нас говорит об такой знаете некой такой чувствительной натуре но мы по ним помним здесь да по коммуникации по формату мышления я должна все это держать в себе по крайней мере если это была ваша мама либо ваш отец скажем в общем родители все все свои чувства все эмоции держали при себе идем дальше следующий момент как они ваши родители действуют по отношению к вам да либо вот решает какие-то проблемы с вами выпадает достаточно позитивная такая карта шестерка бубна на если понимать у каждой каждая скрипка который играет свою роль да то в принципе в оркестре будет гармонизация да музыка звучать достаточно гармонично главное чтобы каждый понимал свое место свои обязанности поэтому в принципе если каждый будет выполнять свою роль да то все будет в балансе это очень важно и так это вот по поводу того как родители будут действовать либо взаимодействовать с вами я могу сказать что по крайней мере в потенциале в более зрелом возрасте достаточно так сбалансировано следующий аркан это аркан колесничего до колесо здесь закручивается и вот две лошади белая и черная это позиция у нас говорит о договоренности на по отношению к вам в данном случае я могу сказать что да все договоренности которые на уровне души ваших родителей ваши были да они выполнялись чтобы еще хотелось мне посмотреть я не буду разбирать дальше верхние карты в принципе я их рассмотрю с вашей позиции единственное что вот я посмотрю вот эту вот позицию это условно говоря ваше взаимодействие с отцом вот она здесь не могу сказать что прям такое идеальное да это двойка луков но намного лучше чем с матерью да то есть вот например ваша позиция с отцом до уметь договариваться по крайней мере вы умеете как-то договариваться приходить какому-то общему знаменателю то есть здесь процессы у нас идут достаточно на уровне разума если у матери идут по земле какие-то вот более практичные то здесь вот ваши взаимоотношения с отцом намного лучше да я могу сказать я могу сказать что они прямо такие вот теплые да но по крайней мере вы умеете договариваться если мы говорим про отца то здесь отец у нас отвечает за внешний мир внешний мир у нас как раз таки умение проявлений себя в социуме умение достигать каких-то целей да то здесь я могу сказать что вот ваше проявление в социальную жизнь она намного лучше нежели ваши межличностные отношения то есть во внешнем мире до умение зарабатывать деньги проявлять себя вы по крайней мере приходите умеете достигать свои цели если вы эти цели поставите для себя если я хотела рассмотреть вот этот вот аркан это аркан повешенного она прямо здесь вот видно да красная кровавая луна вот и как говорится в этой колоде до предатель был повешен для переосмысления своих каких-то поступков так вот вот эта вот позиция кроме того чтобы говорим каком-то образование до ваших родителей дату я не могу сказать мне такое ощущение что даже многие из ваших родителей даже 10 классов не закончили то есть здесь нет такого вот знаете высшего образования да были ли какие-то трудности сложности безусловно опыт был не из легких достаточно болезненно опять-таки в контексте рождения вас на приходилось чем-то жертвовать если мы говорим это то эта позиция у нас показывает еще и отношение к богу религии вот духовные учителя то здесь безусловно в ваших взаимодействиях с родителями до присутствовало некое такое духовное руководство да то есть вели если вы считаете что вот как-то вас оставили на произвол судьбы это не так да и здесь кстати мы когда мы говорили вот здесь у своего рода без духовности неком таким кризисом да я могу сказать что возможно чуть позже дальше то есть предпосылки если вот например вам нравится эзотерика мистика предпосылки у ваших родителей есть да и изначально если мы говорим про интересы и хобби у нас соответственно вот эта вот позиция да так или иначе кому-то из ваших родителей мистика она была интересна пускай она не проговаривалась но она была интересна и вот повешенной он напрямую говорит у нас со связи с высшими силами то есть по крайней мере канал этот существовал да и существует у ваших родителей может быть кто-то верующий да может быть но кто-то верит высшие силы да в любом случае интерес к мистики вы переняли у ваших родителей от ваших родителей и мы приходим вот к этой позиции касательно ваших родителей и рождению вас на тонком плане это семерка костей этот аркан говорит о том что вот человек здесь борется с витринными мельницами сами себе все на придумал в голове какие-то вот эти вот страшилки и в тот момент когда даже если эта страшилка и не проявится человек уже чувствует себя обесточенный обесточенным да то есть воевать не могу все силы отдал в своей голове здесь поэтому мы видим облака до вокруг эта позиция у нас говорит о неких таких духовных уроках до тайна которую ну то есть урок который ваши родители должны были урок ваших родителей да они должны были обязательно пройти до хотят они это или нет то есть их урок был поработать с иллюзиями до поработать вот именно с тем чтобы не придумывать себе лишнего и от этого урока они не могли никак уйти то есть очень много иллюзорности очень много надуманного вода не случайно здесь у нас выходили страхи почему потому что очень много тайн очень много недосказанности очень много непонимания вообще если взять вот так в общем да и рассказать то вот эти вот карты верхние они нам говорят о сознательном процессе до ваших родителей по отношению к вам и здесь мы видим шестерка луков до классика шестерка мечей когда я иду в новое повешенный двойка луков двойка мечей аркан умеренности и семерка костей семерка шо у нас там это положек классики это называется жезлов семерка жезлов то есть сознательный такой уровень ну по крайней мере то что понимали до ваш родитель что нужно двигаться до преодолевать какие-то трудности сложности где-то чем-то жертвовать а вот бессознательные сценарии в нижней части у нас говорят о какой-то знаете в крайней мере для меня какой-то вот мистики загадочность у меня прям такое ощущение что не знаю то ли не то чтобы ваши родители по залету как-то забеременели вас а вот очень много какой-то вот такой мистики присутствовало так или иначе именно вашем зачате знаете вот ощущение того что вы должны были родиться возможно какие-то трудности и сложности были не только финансового порядка да вы какие-то узнаете вот курьеза пошла на аборт и потеряла например там я не знаю не состыковалась врачом пришлось сохранить либо там пока поняли что беременная уже и аборт нельзя было делать да вот что то вот такое такое знаете минут мистика мистика как будто бы сто процентов вы должны были родиться это если рассматривать с точки зрения ваших родителей но у нас был вопрос все-таки в контексте того для чего вы родились на ваше появление ну во-первых аркан колесничего говорит о том что ваш интерес был смотрите великий аркан тут и великий аркан там то есть вот изначально уже могу сказать что вы должны были на уровне душ контракт был родиться именно в этой семье на цель цель была да то есть вы выбрали эту семью для своего собственного рождения какая потребность через именно эту семью да вы смогли идти постоянно как-то в новое знаете вот это состояние мистики она меня не отпускает контексте того что возможно вашей маме нравилось я не знаю там смотреть на небо смотреть какие-то вот я знаю передачи там потусторонний мир да вот что то такое мистическое почему потому что мне почему-то здесь показывает больше аспект вашей мамы интуитивно идет то есть она более такая активная проявленная как фигура она молчаливая но она более проявленная такая для меня вот через них вы как раз таки смогли покрыть свою потребность в контексте развития души пойти в новое да то есть эти сложности которые вам приходилось преодолевать я уже при ну на своем пути вот в этой семье то есть они как будто бы вас мотивировали идти в новое на развитие то есть именно благодаря этим родителям вы и развивались они способствовали как-то вашему росту если мы говорим о контексте вашего мышления то безусловно жертвенность вам передала мама с отцом как-то более полегче знаете вот это вот позиции жертвы я мама все время находилась в каком-то кризисе да недостатки возможно финансовом да в каких-то не знаю переживаниях мама как-то жертвовала и вот этот вот сценарий жертвы передался вам а если вы задаетесь вопросом да откуда вот от вашей мамы поэтому и в отношениях да вы так или иначе будете себя проигрывать некой такой либо жертвой либо неким таким ждуном когда ситуация зависает а вы не берете ответственность в свои руки вот это вот позиции до вашего мышления и формата речи здесь происходит некое такое зависание знаете может быть иногда у вас в разговорной речи да вот вы говорите говорите вдруг неожиданно останавливаетесь некая такая пауза и вы не знаете что сказать на а почему потому что вот как будто бы какой-то вот пробел на школе возможно были какие-то сложности в контексте сосредоточения с фокусировки да то есть сложно было возможно сфокусироваться на каком-то предмете на постоянно куда-то ваши мысли убегали да фантазировали где-то фантазировали о более лучшей жизни что ли когда уже не будет вот вот этой какой-то некой такой нужды но именно этот аркан да в этой позиции в позиции коммуникации на и в позиции именно ваших интересов вот он очень пересекается с интересами вашей мамы я могу сказать либо вашем отца да я не знаю почему выбираем вам потому что как-то больше идет к маме но в любом случае с родителями с вашими интересы пересекаются пускай даже если это будет и папа то есть очень очень схожие да присутствует некая такая духовность либо религиозность какое-то направление да вы для себя выбрали либо духовность либо мистика то есть от кого-то из ваших родителей вы это переняли эти интересы если мы говорим о ваших бессознательных сценариях то именно в контексте именно воспитание в этой семьи то вот вы как будто бы ваша задача была до не быть вот таком таким таком зависим смотрите здесь завише позиции да когда ничего не происходит а здесь набора движения вперед и у нас происходит то что вот бессознательный ваш сценарий но как будто вы не можете договориться да вот найти как-то соединить это мостик и чтобы вот этот дух вам помог выстрелить и разогнать тучи чтобы свет появился то есть вы как будто бы не можете внутри себя договориться это вот основная ваша проблема если мамина проблема у вас либо ваших родителей нет мамы здесь вот мама именно было вот такой вот кризис знаете хочется сказать некий испуг вот мам постоянно как будто бы пугалась не стрессовое состояние вот она пугалась она все время за что-то переживала что мне хватит денег да мы не сможем там но не хватит на пропитание что все потеряю до придут заберут вот какой-то вот постоянно утрату здесь вот какой-то вот такой страх то вот именно ваш вот этот вот бессознательный сценарий который родился в этой семье опять-таки напоминаю это для вашего развития вы не случайно он как раз таки был связан и до сих пор присутствую с тем что у вас постоянно некая такая двойственность внутри вас вы не можете как будто бы две части помирить внутри себя идти в развитие наоборот идти в развитие либо наоборот где-то как-то зависаете до непонимания то может быть ожидаете лучшего какого-то момента либо лучше какой-то возможности здесь вот это вот проходит если мы говорим о вашем эмоциональном плане дам контексте взаимодействия души вашей и вашей семьи то вот эмоциональном плане должно было произойти вот некое такое перерождение да вот удовлетворение аркан умеренности да когда внешние какие-то процессы которые происходят они влияют на ваше состояние то есть у меня такое ощущение что вот эта вот позиция на что вы как правило не были таким достаточно разговорчивым ребенком но однозначно все что вы впитывали как губка из внешнего мира это вас формировала то есть ваша семья то как она была устроена и то что с ней происходило вы впитывали в себя и вот эти вот всем переживания состояния да все что происходило впечатление вы очень впечатлительный человек хочется сказать они как раз таки формировали вас да и вот здесь вот ваша главная задача получать удовольствие да эмоционально вот прямо вот потребность до принятия потребность успокоения вы здесь вот как раз вот этот момент конфликта у нас проходит и здесь вот успокоение эмоциональный фон то есть желание некого внутреннего примирения да чтобы не было конфликта вы избегаете конфликтов вы их дико боитесь вам это дискомфортно вы хотите некую такую стабильность чтобы у вас успокоение чтобы вас никто не трогал вас никто не беспокоил это вот основная ваша модель поведения к чему вы будете стремиться вы никогда не будете никому ничего доказывать вы никогда не будете ни с кем бороться за что-то если это будет выбивать вас из эмоционального состояния вы всегда будете находиться в отношениях с мужчиной пускай вы его не будете любить но главное что вас на душе должно быть спокойно это то там модели к чему эмоционально к чему вы будете стремиться вот внутреннее какое-то наслаждение удовольствие это то что вас будет мотивировать ну и формату как вы будете взаимодействовать с вашими родителями периодически закрываться до либо бороться либо периодически закрываться от них скорее всего как-то вот бороться что-то отстаивать то есть если ваши родители каким-то образом будет хоть немножко стараться взаимодействовать с вами на равных то вот вы как-то будете все время что-то доказывать как-то вот я не знаю по крайней мере в своей голове если это не на физическом плане то по крайней мере своей голове теперь давайте мы посмотрим все таки какие же у нас главная задача какая была что вы привнесли до этим семью ваших родителей для чего вы у них родились то 10 11 так 12 11 10 то вот ваша задача да ваша роль как раз таки разрушить привнести некий такой кризис до разрушить те форматы мышления которые есть привнести некое такое изменение до в устой вашей семьи чтобы люди да чтобы вот ваши родители во первых да сразу хочется сказать научились разговаривать до договариваться кстати это ваша проблема тоже одна из проблем не умения договариваться не умение разговаривать с вашим партнером три-четыре это вот как раз таки в контексте развития вашей души если мы говорим то что вы должны пройти то вот вот она подтверждение до шестерка бубнов вы должны прийти взаимовыручки на взаимовыгодному какому-то такому обмену на равных именно взрослая позиция не жертвенная позиция а взрослая это вы учитесь да в этой семье и вы тем самым учить с тем самым учить своих родителей именно этому да что касается 45 до аспекта наслаждения то вот вы как раз таки возможно учите свою маму наслаждаться до получать какое-то удовольствие до постоянно как-то расширять ее возможности ну либо даже и отца показывать нечто такое новое чтобы родители постоянно шли постоянно как-то узнаете верили возможно да как-то в своем не знаю может быть в душу свои какие-то мечты то есть вот вы периодически либо своим поведением да либо словами каким-то образом мотивируйте их на дальнейшее движение сразу хочется сказать что вот у вас есть автомобиль то ваших родителей не было ну по крайней мере тот момент когда планировалась беременность но не суть идем дальше что еще что еще вы привносите да какие моменты так чтобы еще посмотреть да чтобы еще рассказать ну по крайней мере ваши родители да в контексте допустим коммуникации и интересов достаточно скрытные люди вот но очень много может быть даже отец был таким да именно созерцающим более молчаливым да меньше разговаривает человек которого были какие-то интересы и вот во внешний мир да все время транслировалось то что жизнью удалось да что все хорошо что нас все устраивает по крайней мере показать вот этот вот шик и лоск да хочется сказать а вот что касается вас то нечто такое аналогичное даже присутствует смотрите здесь верховная жрица а здесь аркан умеренности но первых два великих аркана да это вот внутреннее состояние то о чем человек думает как бы он хотел да чтобы о нем говорили вот внутри как он думает а тут как он проявляется во внешнем мире да то есть по крайней мере показывает что у меня все хорошо я наслаждаюсь на все хорошо в семье да по крайней мере а теперь смотрим ваш аналогичный сценарий внутри вы чувствуете иногда себя зависим состоянии да как такой вот некий повешенный на может быть но трудности какие-то испытывайте а внешне показываете короля кубков да что все вот все окей все спокойно да я счастлив посмотрите какая вот прям аналогия на примерно те же самые сценарии которые вы принимаете еще чему вы должны были научить своих родителей 9 7 8 9 вот опять приходим к верховные жрицы на какой опыт вот как то вот через вас да они должны были именно познать какие-то вот мистические знания что ли либо найти знаете научиться слушать себя такое тоже может быть да то есть уметь понимать себя лучше разбираться на быть вот неком таком балансе а родители вас обучают как раз таки именно прорабатывать вот свою жертву до стать более уверенным в себе до поверить в себя как-то больше хотя изначально на доверие это отсутствует то есть передали то они вам именно формат таких кризисных до ситуации но очень аналогичные карты но безусловно да яблоко от яблони далеко не падает да то есть у яблони не могут расти помидоры были достаточно похожи на своих родителей так ну давайте вытащим еще хотя бы есть у нас время немножко есть время я вот еще еще дополнительные карты мы уточним некие такие позиции посмотрим смысл перевернут что ж такое сразу здесь мы можем сказать да что там где выпадает звезда император да умение брать ответственность то есть ваши договоренности да с родителями ответственность да то есть хочется сказать как будто бы родители вас учили тому что вы стали взрослым человеком да чтобы ушли от вот этой вот некой такой жертвенности да и пришли к пониманию себя и умению отстаивать себя дабыть более жестким потому что слишком вы мягкий человек внутри душевно внешне вы можете казаться как угодно но вот внутри все равно присутствует некая такая мягкость что касается ресурсности да то есть страхи но при этом вот умение фокусировать то есть невзирая на страхи да умение фокусируется на чем-то интересным да здесь вот вопрос фокусировки кто-то из ваших родителей как раз таки не умеет фокусироваться да и вы как раз таки и обучаете то есть концентрироваться на умение достижения какой-то цели до своей конкретной поставить цель и уметь ее достигать вот это то чего вы допустим учите своих родителей а родители наоборот вас учат уметь получать удовольствие на от самого процесса если вы больше результатчик то вот ваши родители как-то показывают о том что но они больше как-то вот на процесс что ж такое то почему у меня колода перевернутая на интересы да ну вот здесь вот как раз таки касательно интересов я могу сказать что семерка кристаллов говорит у нас со страхи да то есть у человека есть потенциал намного больше чем он думает но он боится ему кажется что я не справлюсь да вот здесь ощущение того что возможно кто-то у вас семье даже и занимался мистикой я говорила в предпосылке но здесь вот есть причем страхи были что вот как будто бы ну то есть потенциал был намного больше интерес был но человек каким-то образом побоялся может быть знание не хватило если мы говорим в контексте бессознательных сценариев ваших родителей то здесь как раз таки вот это был их и духовный урок это у нас пятерка луков да посмотрите здесь есть три пары даже не пары обувь даже вот эти вот казалось бы она как пара но они все равно ну либо два левых либо два правых да здесь как это не могу сказать да муди видим в отражении вот здесь вот фигуры виновым дафи фигура абсолютно разные такой еще и suka духовный урок то есть это пятерка лукав да смотрите здесь была пятерка педагли здесь пятерка луков пятерка мечей то То есть говорит как раз о духовном уроке, об умении найти свой путь, то есть найти свою пару. То есть вот здесь вот задача, поэтому все время была утрата, что ваши родители должны были найти свой путь и идти по своему пути. Поэтому имейте в виду, что и у вас будет такой сценарий, что вы будете искать свой путь постоянно. Будет ощущение того, что я нахожусь не на своем месте, потому что нет у родителей такого опыта, не знаю, пришли они к этому или нет. И поэтому вы должны будете продолжить. Для чего к ним пришли? Чтобы продолжить этот путь, найти наконец-таки свое место под солнцем. Сразу давайте вот ему сюда выложим, удастся ли. Вот здесь вот как раз-таки туз костей, туз костей, туз жезлов. Такая вот некая конфликтность. Здесь у нас двойка мечей, условно говоря, должно было прийти, примирение. А здесь вот постоянно, видите, вот огненность, да, некий такой конфликт. Именно в понимании своего пути, да, куда мне идти, постоянно сомневаетесь, а в этом направлении идти, либо в этом направлении идти. Потенциал у вас есть, потенциал присутствует. Если мы говорим вот здесь вот про эмоциональный план, посмотрите, какие красивые карты. Это двойка кристаллов, двойка кубков, да. То есть эмоционально, еще раз скажу, да, ваши родители, где-то глубоко на уровне бессознательного, да, на уровне договоренности присутствует любовь к вам, да. Может быть, они ее не выражали, не умели выражать, не знали как, но любовь присутствует. И вот именно потребность в любви ваших родителей, может быть, между собой, может быть, по отношению к другим людям. Вообще, как любовь, понимание, да, здесь исцеление. Она кладет ему эти кристаллы, в полном доверии мужчина к женщине, она его исцеляет. Так вот здесь, именно, если бы мы говорили, допустим, о родовой системе, да, то я бы упомянула обязательно о том, что вот как задача, да, родовая у ваших родителей, неважно, ну, генетика, так скажем, да, именно понимание любви. Вот у меня такое ощущение, что это один из важных, главных сценариев в вашей жизни. Уметь раскрыться, уметь любить, понять, что такое любовь. Не в контексте любовь к мужчине, а вообще намного шире, глобальнее, да, потому что это все-таки духовный урок по повешенному здесь. Умение любить, да, то есть это вот такое ощущение, что вот вы продолжаете, да, вот этот вот духовный урок, определиться, найти свое место в жизни через кризисы, прийти именно к пониманию, что такое любовь. Десятка кристаллов получения опыта. И умение передавать вот это, вы знаете, вот так вот бережно, да, женщина держит в руках этот цветок, да, то есть она и заботится, и с другой стороны вот умение передавать опыт как раз-ки на умение взаимодействовать с другими людьми, да, здесь вот как будто бы такой опыт вам передают ваши родители. А вы что привносите, ну вот выпадает здесь королева педакли, да, забота, движение, двигаться, невзирая ни на что, идти к своей цели, сфокусировать, мобилизировать все свои силы через любовь, через заботу, да, то есть вот это вот должен быть какой-то у вас лейтмотив вообще вашей жизни. Что еще вы им вносите? Ну вот, король костей, то есть это король жезлов, причем здесь крокодилы это олицетворение как раз-таки наших инстинктов, сексуальности в данном случае, да, и вот он здесь является управленцем именно своих инстинктов, человек, который научился укращать, да, то есть человек, который наслаждается жизнью, наслаждается удовольствием, умеет получать удовольствие и идет непосредственно в нечто новое, да, то есть то, что вот вы передаете своим родителям, знаете, вот в контексте ценности, то есть вы их учите радоваться жизнью, наслаждаться жизнью, да, опять у нас здесь же умеленность была, идти постоянно в новое, невзирая ни на что, не бояться двигаться причем самое интересное что если вы этому их учите вы должны если вы еще не умеете вы должны прийти сами к этому научиться наслаждаться жизнью получать удовольствие постоянно расширять свои горизонты ваша сфера интересов которые вы передаете родителям посмотрите какая красота туз кубков туз кристаллов исцеление на то есть ну во первых вы если мы говорим что чему вы их учите до исцелить свое мышление вот эту вот жертву до через любовь и здесь у нас прямо проходит любой да то есть родители вам показывает насколько важно любовь мотивирует вас вы подхватываете это и непосредственно показываете им любовь а во-первых ним а во-вторых как будто бы знаете вот самостоятельно учите да то есть прежде чем им это показать на как прекрасно жить в этом мире здесь вот главный такой мотив да это будет вот любовь исцелить во-первых самого себя через любовь а потом уже показать вашим родителям любовь к ним что ли вот здесь вот какое-то вот такое излечение бессознательный сценарий да мы уже здесь сказали примирение найти примирение перестать конфликтовать в принципе конфликт самим собой потому что внешне вы достаточно неконфликтный человек вы набор так избегаете те конфликты но вот здесь вот внутри себя внутри себя что-то вам здесь нужно принять и если мы говорим про эмоциональный фон дак а то чем вы каким эмоциям вы научаетесь вот выпадает королева кристаллов на посмотрите королева кубков какая красивая . да как ни крути не верти здесь у меня везде постоянно знаете вы как будто бы показываете своим родителям что такое любовь давно изначально чтобы это показать вы должны научиться самостоятельно любить для того чтобы передать эту вот ну любовь родителям вот такой расклад был не знаю насколько он вам понравился или нет что у вас отыгралась то есть мне хотелось больше знаете показать вот именно в этом раскладе на уровне душ не практический формата материаль там заработать зарабатывание денег либо достижения каких-то целей вот а именно на уровне душ где-то вот когда была некая такая договоренность да то есть для чего вы пришли именно в эту семью что вы привнесли и что они дали вам что ваши обратной связи очень будет мне интересно ее прочитать с вами прощаюсь пока пока